Салоп, что значит шлюха. Я думал, что после этого меня никто никуда не возьмет, точно. Сегодня, знаете, лук сына маминой подруги. Столько стоит у меня учеба. Сколько стоит эта квартира? Стоит эта квартира. Офаздываю уже на 15 минут, это ужасно. А второй сейчас агитирует пойти в секту религиозную. Я чуть не разломал всю экспозицию. Вторая пара по маркетингу прошла очень круто. Говорили вообще, что такое люкс, типа. Работаю в Диор. Во Франции все происходит только через контакты. Вот ужин французского студента, как бы. Только домашние, много и цены, почти не общаешься. Полиция в Париже, все остальное. В инстаграм сейчас будем говорить, вот это круто. Похватывай коммуникацион. Алло. Всем бомжур. Выгляжу я так плохо, потому что я встал в 9 утра. И потому что начались мои будни французского студента. И это видео, это как бы вторая часть продолжения того самого ролика. Жизнь французского студента. Такое продолжение моего видео-эссе о моих впечатлениях об учебе во Франции, о моем опыте. Но сегодня будет еще интереснее, потому что, как вы понимаете, я перепоступил в новый университет. Давайте я вам сейчас немножко расскажу о нем. Вообще немножко расскажу, почему так вышло. В прошлом году я учился в университете. В государственном университете Нантера. На iOS это Лизетюд Сусяли Административ. Это значит, ну, социально-административное. Я, честно, мне тоже это ни о чем не говорила. Но на сайте было написано, это лежало в, знаете, каждая программа университета, ее можно там к чему-то прибить. Именно программа, на которой я был, она была в корзине про бизнес. Но по итогу это мало что имеет общего с этим. Про бизнес и рекламу. Но по итогу в реальности это оказалось совсем не то. Это оказалось больше про финансы, про право, про бухучет. Как вам сказать, весь мой прошлый год прошел в колоссальнейших муках, потому что мне не нравилось, где я учусь. Но я там должен учиться, потому что у меня документы от этого зависят. Плюс я, как бы, приехал сюда учиться. И, как бы, что это значит, не хочу. Поэтому я ничего не бросал и доучивался до самого последнего дня. Почему же мне не нравилось? Во-первых, программа не соответствовала моим ожиданиям. Это было совершенно не то, что я хотел бы. Второе. Государственный университет это, правда, более тяжелая история, потому что сейчас я учусь частным и позже вы поймете почему. Там я себя чувствовал гиперпотеряно. Да, у меня были знакомые, но именно внутри группы, на потоке у меня их совсем не было. Я буквально просто... Я не знал 99% людей, кто учится со мной. Это было все тяжеловато. Как я пришел к решению, почему мне стоит сменить направление или поменять вуз? Во втором семестре, после сессии, которую я понимаю, что, скорее всего, я ее заваливаю. И, в принципе, почти так и оказалось. Я где-то два экзамена завалил. Я подумал, блин, это совершенно не мое. Я такой гиперотличный, который всегда сидел с книжками и так далее. Даже я, который занимался во время года с репетитором, чтобы мы вместе вот это все проходили. Как бы расшифровывали все мои заметки сумасшедшего. Так много приложив усилий, у меня все равно не получилось. Значит, это точно абсолютно не мое. Так я больше убедился в своей этой позиции. Начал смотреть другие университеты. Я сначала что-то прошерстил сам. Улов был минимальным. Я просто сидел на сайте, заполнил анкету и все. Потом мне 10 раз звонили из одного университета. Не хотите ли вы к нам прийти? Все равно, как обычно, самое лучшее, это поспрашивать своих знакомых. Все мои русскоговорящие знакомые плюс-минус очень хорошо знакомы с французским образованием. Либо они уже его закончили, либо они учатся, либо они много о нем знают. Поэтому мне с этим с удовольствием помогли. И мне помог мой друг, его зовут Ваня. Он мне сказал о его бизнес-школе, которая называется ОСП. Было это где-то в феврале, марте. Я загорелся, потому что то, что он мне рассказал, это то, чего я ожидал от учебы. Тем, что у нас будет много креативных конкурсов. Много состязаний между там университетом, внутри университета, какие-то конкурсы, стажировки, где будут люди работать, которые работают по этой профессии. Также, чтобы там было не так много людей, потому что в Нантере училось более 15 тысяч учеников единовременно. Там, чтобы дойти от одного корпуса до другого, это могло занять спокойно до 20 минут. И как бы во всем этом хаосе мне не нравилось учиться. Плюс второе полугодие, когда я принял это решение, было самым ужасным, потому что мы практически не ходили в университет. И это не потому, что я что-то пропускал, а потому что была забастовка по поводу пенсии. И мой университет был забаррикадирован и закрыт. В апреле, 21 апреля, был записан на экзамен. Он должен был проходить онлайн. Я тогда поехал в Грузию с Лизой, бабушкой и мамой Лизы. Прошел этот экзамен. Честно, очень безумно волновался. Я даже допустил грубейшую ошибку. Я хотел сказать салопет. Что значит такой, знаете, предмет одежды на подтяжках? Часто очень из джинсы бывает. А, комбинезон. Салопет это комбинезон. Девушка, которая задавала мне вопросы как бы в интервью. Что-то мы заговорили о рекламе каких-либо удобрений или чего-либо для растений. Ну, я что-то хотел сказать салопет, а это значит комбинезон. Я не сказал салопет, я сказал салоп, что значит шлюха. Я думал, что после этого меня никто никуда не возьмет точно. Но я извинился, сразу же в моменте понял, что я не то сказал. Вот такие, знаете, нелогкие истории иностранцев, которые учатся в Аханце. Так вот, в апреле все сдал, и в мае мне пришел положительный ответ. Я сразу же, просто при всем счастье, сразу же перестал волноваться, потому что я не хотел оставаться на второй год в Нантере. И с радостью перечислил 6700 евро, столько стоит у меня учеба, на счет своей школы. И получил все необходимые подтверждения своей учебы. И подался на вид на жительство, потому что после первой визы уже подаешься на вид на жительство. Вот, и получил ее уже с новым университетом. Напомню, что первый университет у меня был абсолютно бесплатный. Практически я всего за год заплатил 15 тысяч или 11. Ну, это просто налог на самом деле. Это ни на что же, ни на что. Но такое ощущение, как будто реально просто на шторы. И вот, уже неделю я проучился. И сегодня беру вас с собой. Я сегодня вам больше расскажу, как у меня сейчас строится учеба, как проходят уроки, кто мои одноклассники. И мне кажется, это будет очень интересно. Плюс это влог, и все-таки вы будете еще видеть, что я делаю помимо. Учеба у меня начинается в 2 часа дня, сейчас в 9 утра. Вы спросите, Саша, что ты делаешь? Почему так рано ты проснулся? Потому что у меня сегодня будет еще занятие с психологом и с моим репетитором по-французскому. Я очень хочу сейчас удариться в учебу. Как в одном еще из направлений, я очень хочу улучшать свои навыки французского языка. И поэтому сейчас даже с репетитором я им занимаюсь. Кто рано встает, тому бог встает. И я встаю просто невероятно рано в 9 утра. Для меня это просто шок. Но я уже за 10 дней где-то привык. Так, такой легкий камбэк из прошлого. Сейчас я иду покупать себе канцелярию. Потому что, чтобы учиться хорошо, нужно всегда иметь красивые тетрадки, ручечки. Даже если мы ими не пользуемся. Это must have. Нам это надо. Конечно, сегодняшний день прям шепчет, что сегодня не нужно выходить. Но знаете, нам никакая погода не помеха. Потому что шоппинг это святое. Так, небольшой вам исторический фан-факт об этой улице, на которой я сейчас иду. Это называется улица Бак. И именно на этой улице в 18 веке появляется самый-самый первый торговый центр в мире. Он называется Бон Марше. Он вот здесь где-то неподалеку. И то есть все цумы, гумы и так далее, это все украдено отсюда. Вообще, этот магазин очень такой революционный. И оставил очень большой исторический след. Например, это был первый магазин, в котором были всякие анимированные витрины. Это впервые магазин, в котором появились скидки. Там какие-то сезонные коммерциальные активности такие, знаете. Бесплатный вход. Представляете, раньше еще за вход магазин платили. И все вот это на этой улице происходило. Поэтому иду прям, знаете, и в прямом смысле дышу историей. И это еще не говоря о том, что я подхожу к Лувру. Боже, друзья, я в шоке. Вот Париж такой небольшой, но на каждом углу есть всегда что-то интересное. Нет, все-таки Париж при любой погоде прекрасный. Я не могу, это такая красота. Париж, это правда музей под открытым небом. Знаете, здесь очень страшно передвигаться по улицам. Потому что здесь такое ощущение, нет правил дорожного движения. Из-за того, что здесь очень небольшие такие узенькие улочки, дороги. Все становится, правда, реально опасно. Я здесь впервые в жизни видел аварию, которая прям произошла на моих глазах. Сбили мотоциклистка. Вот видите, даже вот сейчас, если что-то не произошло. Париж точно не для машин. Итак, друзья, наконец-то мы пришли в Urban Outfitters. Не удивляйтесь, почему он пришел сюда. У них есть отдел с канцелярией и всякими прикольными ништячками. Это не только магазин с одеждой хайповый. Видите, здесь просто миллион всяких ярких прикольных штучек. Я думаю, обязательно стоит взять. Челлендж, по счастью, 30 дней, 30 заданий. Во время учебы это очень важно. О, беру еще вот такой вот стильный модный планер, записывать все свои мысли и планы, которых нет. Как минимум красивый планер есть, это уже неплохой старт. Чтобы хорошо работалось, нужно устраивать себе атмосферу. Поэтому нужно взять какую-нибудь милую кружечку и свечку, я думаю. Итак, смотрите, я нашел еще вот такой вот подсвечник в виде грибочка. Мне кажется, супер, поэтому тоже это берем. А теперь пойдемте искать свечку. Об этом магазине узнал, наверное, в лет 5-6-7, когда посмотрел влог Кати Клэп из Лондона, где она была в Урбановый Твиттерс. Тогда была моя мечта сходить туда. И потом в 12 лет я попал в Лондон и первым делом сходил в этот магазин. Необычное, красивое, современное, модное пространство. Это мы все очень любим. И здесь очень много классной, прикольной одежды. Вот смотрите, мне кажется, вообще топово. Я его очень люблю. Конечно, сюда ходить это все. Если сюда придешь, все, можешь попрощаться со своими деньгами. Такой вот красивый отдел с всякими, знаете, книжечками. Такими более, знаете, как тейбл. Такими, как более тейбл-букс, которые просто украшают больше книги какие-то декоративные, чем повествовательные. Вот, например, смотрите. Книжка о задницах в музеях. Где еще такое можно найти, кроме как здесь? Опа, думаю, возьму вот такую себе книгу. Как наманифестировать себе жизнь мечты. Смотрите, она прямо такая супер эстетичная, красивая. И такие цвета зелено-розовый. Супер. Беру книгу не из содержимого, а из сочетания цветов. Да, я и что. Вау, нашел идеальную свечу для своего стола, которая, когда горит, у нее воск идет разными цветами. Это вау. Берем. Ну и как же я забыл. Делать домашку всегда лучше под вкусный чай. И нужно взять вот такую вот милую кружечку, я считаю. Мне кажется, супер. Ну и в каждом хорошем пенале должно быть вот это. Должен быть бальзам для губ. Посмотрите. Кармахса, я знаю, сейчас очень тяжело найти. Такой вот наборчик из самых ходовых интересных вариаций. Берем обязательно, потому что осень, зима, все сушится. Ну а еще, конечно же, перед учебой надо купить канцелярии. И смотрите, какую крутую тетрадку и ручки я нашел. Конечно же, я их беру. Это самая главная часть учебы. Итак, друзья. Обзор. Что же я купил? Дневник с маленьким принцем. Мне кажется, супер по-французски и классно. Ручка тоже с маленьким принцем, чтобы писать все про маленького принца. Дневник с маленьким принцем. Коробка с 30-дневным челленджем счастья. Здесь будут всякие разные задания, и мы должны их выполнять. Светильничек с грибом. Давайте я вам его покажу. Ой, очень он милый. Смотрите. Cute. Вау, он еще меняет цвета. Супер cute. Кружка с лягушкой. Дневник такой немножко в эзотерическом стиле, чтобы писать всякие свои планы, дела и так далее. Две цветные свечи, которые, смотрите, как делают воском. Вау, мне кажется, супер. Книга, как сделать нашу жизнь более успешной и так далее. Но если вы не будете ее читать, она как минимум просто безумно красивая. Она супер. Набор Carmex. Это база. Ну и еще одна ручка. Это такая миленькая корейская ручка. Все, друзья. А что я с вами вам скажу, что это все можете получить вы. Да-да, вот этот вот весь офигенный набор я хочу подарить вам. А еще к этому всему набору будет идти Яндекс Алиса. Ребята, это все можете получить вы. Нужно выполнить всего парочку простых условий. Быть подписанным на меня, лайкнуть и оставить комментарий под этим видео. Подписаться на канал Сотки. И отметиться под специальным комментарием в моем телеграм-канале. Через две недели подарок найдет победителя. Все условия будут продублированы в описании. Если что, переходите, все ссылки тоже там. Блин, мне кажется, за это стоит побороться. Ну а теперь хочу немножко вам рассказать о Сотке. О школе, которая рассказывает вам далеко не в первый раз. Но если вдруг вы забыли. Дорогие выпускники, там вы можете найти качественную подготовку к выпускным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Так еще, чтобы и сдать их на хорошие баллы. А самое главное, эта подготовка совсем не ударит по вашему кошельку или ваших родителей. Вам вообще очень повезло, что есть такая школа Сотка, которая не берет доплату за дополнительные предметы. Вы сможете подготовиться к экзамену по небольшой фиксированной цене в месяц за все предметы. По всем предметам, которые вам нужно сдавать. Почему же Сотка? Во-первых, это проверенная школа. Через нее прошло уже более 130 тысяч учеников. Каждый третий сдающий ЕГЭ сдал его на 80 плюс баллов. А большая часть сдающих ЕГЭ на 4 и больше. Статистика не врет. Вас подготовят с любого уровня. Именно на тот балл, который вам нужен для поступления в ВУЗ, который вы выбрали. В этой школе молодые и опытные преподаватели. На занятиях классная атмосфера. Там вы будете себя чувствовать со всеми на одной волне. Вот бы такие были в обычной школе. Но ничего, главное, что они есть в Сотке. У ребят очень быстрая проверка домашки. В среднем она занимает 20 минут. Что очень круто. Ведь ты сразу можешь понять, у свал эту тему или нет. Такая же ситуация с пробниками. Так ты точно будешь наблюдать свой прогресс по баллам. И я вам советую поторопиться. Ведь у них скоро будет повышение цен. 30 октября цены повысятся. Но у меня еще есть для вас одна приятная новость. По промокоду TESLAN10 вы получите скидку минус 10% на оплату курса. Оставляй заявку на пробный урок. Тебе перезвонят, ответят на все интересующие тебя вопросы. И помогут принять решение. Как обычно, ссылка в описании. А еще не забывайте про наш конкурс. Я думаю, что вы заметили, я переехал. Это, наконец-то, большая победа. И я вам сейчас сделаю рум-тур. Но прежде этого мы с вами идем в булочную. Потому что хочется чего-нибудь сладенького, вкусного к завтраку. Потому что французский студент без круассана не французский студент все-таки. Такой сегодня 11 октября. А я иду в шортах на улице. Иду в кроксах, потому что у меня очень недалеко. Моя пекарня. Буквально просто перейти дорогу. Я чуть не вышел без ключей. Сейчас бы было очень весело, если бы, блядь, я бы закрыл дверь. Потому что она у меня самозакрывающаяся. Захлопывается и не открывается больше. Вы видите, у меня наконец-то появился лифт. Я в шоке. Это просто невероятно. Теперь у меня дейзи-лестница. Мини дейзи. И живу я теперь не на последнем этаже, а на третьем. Честно, прям это супер. Это прям класс. Год мечтал об этом. И, наконец-то, оно у меня есть. Так, вот так мой примерно выглядит подъезд. Ну, ничего такого спешл. Но есть одно но. Смотрите, друзья, я был в шоке. Вы видите, я ни на что не нажимаю. А она сама открывается. Этот сервис. Ну, а вот и... Знаете, такой необычный факт, о котором я, наверное, даже вообще не говорил во Франции. Осенью здесь очень большие перепады температур. То есть сейчас с утра где-то 10 градусов. А в обед будет 26. 16 градусов. Это, честно, это жесть. На 26 градусов никто жаловаться не будет. Но просто хорошо, что у меня учеба не начинается в 9 утра. А то нужно было бы уходить там в свитере очень сильно укутанным. А выходить после учебы и все это снимать и как-то нести в руках. А я сразу иду в жару, так сказать. Смотрите, какая вкуснятина. Я взял вот такой тарталетку с малиной для простых обожать. И взял вот такую штучку. Не даже не знаю, как она назвать. Но с заварным кремом и шоколадом очень хочется. Друзья, это мой самый первый раз, когда я пошел на завтрак в пекарню. Потому что на прошлом адресе у меня пекарни были очень все далеки. Честно, офигенно. Сейчас я это еще сейчас кушаю, будет еще лучше. Друзья, это просто манна небесная. По-другому не скажешь. Хоть я и живу на третьем русском этаже, на втором французском. Да, здесь этажи немножко по-другому считаются, кто не знал. То есть первый этаж нулевой и потом первый, второй. А никак у нас один, два, три. Конечно же, надо пользоваться таким прогрессом, чудом техники. Я реально всю неделю на нем езжу, потому что... Ходит на третий этаж и легко дойти в школу. Но это так приятно, когда осознавать, что у тебя такое есть после, блядь, лестницы Дейзи, Дейзи. Что я просто в шоке отчасти. И стоит вам, наверное, сделать небольшой рум-турчик. Вообще, куда я переехал? Я переехал квартиру побольше, потому что Лиза и Мара должны приехать. И в той квартире это было бы просто невозможно оставаться всем вместе. Девятый этаж Марса каждый раз нужно было бы на руках нести вверх-вниз, чтобы с ним гулять. Плюс места там совершенно не было. Каждому по три квадратных метра. И мы приняли решение переехать и нашли вот эту квартиру. Так, смотрите, вот такой вот здесь вход. А вот эти вот все картины, конечно, немножко... Ну, нормально, ладно, здесь смотрятся. Но я подумал, что это просто какие-то купленные в Икее, знаете, условно. А это сам хозяин. Вот это все фотографировал в своих путешествиях. И это такая у него, это, память о них. Вот здесь хранится обувь очень удобно. Ну, иногда я ее ленюсь туда класть, но... Пока Лизы нет, могу хулиганить. Вот очень странная планировка туалета и ванны. Вот здесь находится туалет, но он раздельный. А вот здесь за стеной прямо ванна. Не знаю, в чем была проблема сделать его большим вместе. Ну, ладно. Французские дома, это всегда очень интересно. А теперь самая, конечно, красивая часть этой всей квартиры. Гостиная. Просто, ну, любимейшее место. Здесь постоянно я лежу, отдыхаю. Смотрю телевизор. Телевизор, кстати, очень умный. На нем там все программы, YouTube. Внимание, у меня есть чиститель воздуха от Dyson. Он и греет воздух, и делает его холоднее. В общем, это полное ноу-хау. И очень приятно. А что? Мне очень нравится вот это вот зеркало. Прямо такое оно, как будто с историей. Очень много всяких шкафов. Декора вон нам оставил. Я, конечно, почти весь убрал. Потому что, ну, как-то это подбешивает. Но я уже успел в рамочке поставить все наши фотографии. Чтобы было очень уютно и семейно. Пока я жду Лизу. Уже сделал сам свой некоторый уют. Мне очень нравится кухня. Здесь очень много всего для хранения. Есть микроволновка. Печка. Холодильник гигантский. Хозяин оставил очень много всего. Например, я занимаюсь спортом. И это почти полная банка дорогущего протеина. Чтобы вы понимали. Смотрите, сколько просто винища оставил нам. Лимончеллу. Водку. Либанские пирожки, которые делала его мама. И это далеко не все. Здесь, правда, огромное количество того, чего он нам оставил. Например, просто всякие сидры, джины, вино, там, мартини. Честно, ребят, такой бар. Я в шоке. Вот. Еще здесь куча. Здесь тостер, кофемашина, чайник. Вот это, например, делать, чтобы соду. Сюда как-то сироп заливается. Обычная вода. И получается кока-кола. Еще есть машина для смузина. Я ее не использую. Да сама она очень такая приятная, красивая. Мне нравится. Вот. Ну, и я не говорю о том, что всякие вот посудо-тарелки, вилки, ложки, ножи. Кстати, прикольно, что вот подсвечивается. И кастрюля. Тоже все у нас тут осталось. Смотрите, что здесь еще есть. Копилка в виде Марса. Это знак. Это точно какой-то знак. Это знак, что мы выбрали хороших квартир. Очень необычное решение. Такое, знаете, барный стол и высокие стулья. В принципе, очень даже удобно и прикольно. И его можно еще регулировать. Видите? Верхнице выделать. Комната в комнате, ничего такого. Прям супер, просто шкаф. И мама, я стираю вещи. Мама, я их не просто кидаю и все. Они у меня висят. Они у меня в отличном состоянии, настроении. Не переживай. Вот. Ну и туалет. Ой, и ванная. Вот. Я уже расставил все свое барахлище. Надо срочно стирать вещи. Но пока Лизы нет, могу себе немножко позволить вот этого, вот этой жизни холостяка, что тебе похуй на все, что вокруг дома. И ты можешь не убираться иногда. И душевая кабина. В принципе, все. Все, мы с вами идем завтракать, наконец-то. Немножко отошли от темы французского образования, но просто не показать новую квартиру. И эти потолки, это просто же разношество. И самый интересный вопрос, конечно же, сколько стоит эта квартира? Стоит эта квартира 250 тысяч в месяц. Ребят, во Франции очень тяжело снять что-то дешевое и классное. А нас здесь двое. И в любом случае, получается, я буду платить столько же или даже чуть-чуть меньше, чем на прошлой квартире. Но зато квартира реально хорошая. Единственный самый большой в ней минус – это вид. И это все пространство улицы, которое я вижу. Честно, это да. Это очень неудобно. Из-за этого здесь немного темновато бывает. Но я уже совершенно к этому привык. Не знаю. Все равно не так темно, как могло быть. Либо я себя сам как-то утешаю. Но можно всегда включить свет и нормально. Конечно, я понимаю, что, блин, до этого бы не хотелось сделать квартире. Но просто из тех условий, в которых мы ее выбирали, это был единственный хороший вариант. И таким разбрасываться нельзя. В принципе, по своему наполнению, квартира офигенная. Потому что, в основном, все квартиры вообще голые. У них нет ни стиральных машинок, ничего. А тут все есть, что только душе пожелаешь. От пылесоса Dyson до посудомоечной машины. Такого можно претерпеть. И цена, в принципе, оправдана именно за метраж и так далее. Поэтому как-то так. Душе. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, друзья, ну что, это настоящий бомжур. Очень все красиво и вкусно. Такой завтрак, конечно, не каждый день удается, но на сегодня очень захотелось чего-нибудь прям, ух, такого. Честно, очень несложный завтрак, поэтому, я думаю, его легко повторить. Я просто сделал гуакамоле, взял авокадо и кукурузку, и яичницу. Но все равно очень питательно, полезно, много белка, а это очень важно, потому что на самом деле во Франции мне намного тяжелее правильно есть. Ой, правильно питаться. Здесь больше соблазность есть что-то вот типа такого. Но я это сегодня такое съел впервые за 10 дней. Я, то есть, иногда это нужно себе позволять все-таки. Вот, но так это очень тяжело здесь. Очень вкусно. И пока у меня есть время, занимаюсь вокабуляром. Никогда не поздно его расширять, поэтому занимаемся, а где-то через 2 часа уже пойдем в университет, и я вам буду все показывать. Итак, друзья, мы с вами собираемся в вуз. Я позанимался французским. Сегодня на официозе волнам, потому что влог снимаю, чтобы вы думали, что я очень такой правильный, старательный и так далее. Что-то мне, правда, не нравится. Ну, до пары осталось полчаса, ехать мне 35 минут. Как вы понимаете, выбора на смену одежды больше нет. Сегодня, знаете, лук сына маминой подруги. Прости, господи. Ну и все. Ой, вот и все. Мы готовы, мы идем, мы бежим. Мы уже опоздали. Если что, правда, занимался с репетитором. Вот у меня был ноут открыт, всякие записочки делал. Поэтому, знаете, я не прокрастинировал. Так, перед выходом надо выкинуть мусор. Кто интересовался, как выглядит мусор во Франции, он выглядит как-то так. Так, тем временем, до пары осталось 23 минуты, мы бежим. Сейчас первый раз буду пользоваться автобусом, чтобы доехать до университета. Конечно, не лучший вариант для эксперимента прямо сейчас, когда я опаздываю. Но пишут, что так будет намного быстрее, поэтому мы встаем и ждем. Нет, все-таки сегодня я немного, немного похож, что, знаете, на кого-то из сплетницы. Такой, знаете, частная школа вайб. Вот так вот мы идем в какой-то форме и ждем автобус. Где же ты, дорогой? Кстати, хотел немножко рассказать про систему транспортную в Париже. Я катаюсь по Navigo. Внимание, моя фотография. Да, это та самая, тот самый Navigo. И, кто не знает, для студентов здесь очень приятный и выгодный тариф. Наверное, самый меньший, какой только мог быть. За год на весь транспорт Парижа. Ну, вот метро, автобусы. Стоимость проезда получается где-то около... Где-то около 30-35 тысяч, я точно не помню. Но, конечно, звучит много, но это на целый год. Если так подумать, то, в принципе, нормально. Хотелось бы, конечно, чтобы было вообще бесплатное. К сожалению, нет. Вот, и так как я каждый день добираюсь туда-сюда, это минимум получается 400 рублей в день. И если мы их там перемножим на сколько я дней буду ходить в университет, ну, где-то около 150-180 дней. И плюс я еще не только в университет хожу. Выходит, все равно намного более выгоднее, чем если бы я оплатил единоразово. Мы используем. Смотрите, как здесь работают мусорщики. Быстро подъехала машина, он бежит. Обычно в паре работает. Один едет, другую мусорку ведет. Вот это забирает и снова едет машина. Вот так вот необычно. Так, вот и университет. Смотрите, как он милым есть. Он уходит в таком французском домике по сравнению с тем, что было раньше в Нонтерик, где это просто, знаете, посольство Советского Союза во Франции именно по плане архитектуры. Это, конечно, намного лучше. Здравствуйте, с учитель по психологии. Она очень любит русских. Вот здесь у нас сидит вся эта педагогическая группа, а вот здесь у нас расписание, как в аэропорту. Так, а теперь по Дейзи Дейзи. Мы идем на урок по сошел-миндия. У нас будет, получается, у нас еще не было этой пары. Видимо, будем говорить про Инстаграм. При фатеге. Все, идем. А вот еще нужно просканировать, типа, что ты посетил урок. Заходим в Пейджис, где я делаю все свои замерки. Потому что урока еще не было, делаем новую папку в сошел-мидио. Про Инстаграм сейчас будем говорить. Вот это круто. Какие урока 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 урока? Я называю Александро. Я русский. Я русский. Ну, французский, это не моя модерна. Какой был вопрос? Какой был ваш курс? В прошлый год я был в учебнике, в интернете, я делал ESP, но это было для меня, потому что это было правило, комфортно. Скажи, кто ты, ты сейчас? Привет, я зовут Ирис, я 24 лет, я франца, я живу в Париже с днем. Да, мы уже были. Вот. Да, и я учебник в Коммуникации и Коммуникации в ЕСП, с... Да, Алекс, мы друзья. И как ты нашел ЕСП, почему ты делаешь Коммуникации? Ну, я ведусь к Коммуникации, потому что я взрослый мой голос. И я работал несколько раз в различных предприятиях, как комфортно. И поэтому я встретил несколько людей в моем секторе, которые работали в Коммуникации. И, в общем, это были эти профессии, которые меня интересовали больше. Я встретил больше, чем я делал, потому что я люблю много чего. Поэтому я не знаю где-то, где я... Но Коммуникации, как сказать, это все? Да, именно. Да, потому что в моде, я знаю, что в моде, я могу делать. Я также люблю музыку. В музыке, я могу делать. И вот, в общем, я знаю, что... Да, мы можем использовать эту Коммуникации везде, везде, везде. Потому что люди общаются, общаются. Да, именно. Да, именно. Поэтому я думаю, что это очень широкий. И даже если у меня есть какие-то вещи, я могу делать Коммуникации везде. Как ты думаешь, как это произошло в первые недели? Я очень любил эту первую неделю. На первую неделю, я был немного perplexа. Потому что я подумал, где я? Я не знал, что это было. Да, мне тоже. Это было очень интересно. Да. И поэтому, это было больше на директорах. Да. Что мы уже научились? Как ты думаешь, что вы думаете? Ну, сейчас, я думаю, что эти вещи очень интересные. Очень приятно, что я не думал, что с первой части, я бы любил это. Но, в конце концов, я люблю практически все эти вещи. Особенно, что мы уже говорили в социальных сетях. В социальных сетях. Вот, я очень люблю. И фотографии. Потому что, в самом деле, я люблю снимать снимки, но я не знаю снимки. И, в конце концов, я люблю снимки. Я снимаю снимки. Я снимаю снимки. И, в конце концов, я снимаю снимки. Мы всегда делаем. Вот, это. Так, это, конечно. И, в принципе, я люблю много. Да, и для меня, в сравнении, в сравнении с тем, что я делаю. В Альфаке в Нантере. В Нантере? Нет, нет. Нет, нет. В общем, есть матери, в Успе, которые очень полезны. И даже, как я скажу, мы можем начать работать в этом году. Потому что, в секунде, в Нантере к себе не было ничего такого типа, что работали. Да, есть, я полностью согласен. И, в реале, на том, что ты говорила, в叔 fertig admitted что, в стés с т Key boss. Т farли, учитывайте проф Swiss retired. Я After this up сына делаю какие-либо профессии. Они не работают. Exact. Они не работают, elas дел tiden, которыеowych различные. 17-10 годы и они не работают. Ну они, ониedd на thing. В paradigmальный тур не…. Б виде, такие в р proud. Здесь учитыв Вот вел себя из конт WATHS. Это материал. Да, дождъ,. Đây, с самим буду임ัнито мериалю проходит в м nada музык. Да, это удобно практиковать эти знания, чтобы эти знания были актуальны. Да, они знают, они знают, что научить, потому что они работали, поэтому они знают, что нужно. Поэтому это очень интересный и что это будет много чего-то. Да, конечно, спасибо за твои комментарии. Спасибо. Ну и только что закончилась пара, нам дали куча тестов, нам дали доступ к онлайн-курсам, возможно, научиться фотошопу, адобу, английскому. Конечно, какие-то из них обязательные модули. Ну какие-то можно самому проходить и учиться, это очень прикольно, что университет дает такую возможность. Какие-то вот, правда, настоящие курсы, которые можно купить. А мы совершенно бесплатно получили к ним доступ. Дом покажу вам именно такие. А пока хочу немножко показать школу. Школа находится в двух зданиях, и мы сейчас в здании, где все залы отмечены цифрами. Вот, и так я их назначаю. Вот здесь на стенах висят работы учеников, потому что здесь есть фотоателье, видеоателье. Какие у меня пары и уроки бывают. Я тоже сегодня покажу дом, когда берем в расписание. И вот одним из ателье получается уроков. У нас есть фотография, раз в две недели проходят. На стенах висят работы учеников прошлых лет. Что, есть вот такой вот милый аппарат, кофемашина. Вот вы видите, он прям, ну, небольшой, так скажем. Вот эти все фотографии, о которых я говорю. Хочу вам показать какой-нибудь зал, где никого нет. Ладно, только не нашел, сделаем обзор на туалет. Самое обычное ничего, прям такого. А вот как выглядит глаз. Здесь Ася Головкова. Интересно, знает ли она русский? Очень все современно, красиво. Такой есть легкий Pinterest лайк, все-таки в этом все. Напомню, что это моя самая любимая фотография, которая здесь висит. Необычно. О, вот, никого нет. Упара. Все-таки нет, кто-то там был. Вот так выглядит наша коворкинг-зона. Такие пуфики, диванчики. Снова автомат с едой. Здесь обычно никого не бывает, но когда, просто потому, что нет таких больших, знаете, перемен. Всего 15 минут, выходит только на улицу, там подышать, в магазинчик. И сразу начинается снова пара. И это удобно. Каждый день у меня начинается все в 2 и заканчивается в 6. И между парами 15 минут прерыв всего лишь. Вот, вроде кажется, ну, мало, но на самом деле хорошо, что день не начинается здесь в 9 утра, а заканчивается в 8. Из-за перерыва, хотя количество пар тоже самое. Вот в прошлом университете такое могло быть, что перемены между парами где-то 3-4 часа. И это было супер неудобно. Еще, как вы можете заметить, у нас есть зал для монтажа. Да. Вообще университет в этом плане супер крутой. Хочу вам показать, но там сейчас пары, там всякие, знаете, маки стоят новые. Прям очень люблю, когда в следующем семестре или через год уже начнется урок монтажа. И это будет супер интересно. Так, и мы выходим из этого здания, где все с цифрами. Вот такой вот переход. Такой получается немножко через улицу. Но, в принципе, не особо ощущается какого-то простора. Больше всего смущает лестница и сразу здесь туалет. Все, выходим. Чуть-чуть, конечно, я устал. На французском учиться пока еще немного тяжеловато, но уже лучше, чем на первой неделе. Мне очень нравится, где находится у меня университет. Но я сейчас выйду, и там будет миллион уже всяких кафешек, и я смогу наконец-то что-то покушать. Покажу вам свое любимое кафе, в которое я хожу чаще всего после уникла. А вот это кафе называется Join the Jews. Кто смотрит блогеров, кто живет за границей, и иностранцев, в общем. Многие видели это кафе. Очень оно такое, знаете, это очень популярная сетка. Там всякие, знаете, смузи. Такое, типа, healthy food, но, как мы понимаем, это все всегда маркетинг. Но выглядит здесь, правда, мило, вкусно очень. Здесь есть тост, я люблю здесь брать смузи. Конечно, это не прям самая полезная еда в мире, но все равно ничего. У них классный маркетинг, они писали. То, что туалет не работает, пожалуйста, воспользуйтесь раковиной. Мы шутим, пожалуйста, не надо. Ой, ребят, сколько мэтча на один квадратный метр. После пар самое-самое идеальное, конечно, выпить вот такой вкусный смузи и съесть вкусный сэндвич с курицей. Вот, конечно, дороговато это все, выходит в удовольствие. 1700 смузи этот, но, ребят, честно, намного дешевле было бы, если бы я пошел бы в любое другое место. Что сказать, это Европа, это курс евро ебаный, поэтому мы с вами что, ничего, кушаем и молчим. Так, проверяем смузи. Ммм, супер вкусный, с бананом и с клубникой, прям само то после пары в бизнес-школе. Ммм, бля, пиздец, они его пересушили. Ну, ничего, все равно вкусненько. Вот реально в этом месте прям супер университетский вайб, такого университетского перекуса для меня. Так, ну и злободневная тема дня, клопы в метро. Да, они правда есть. Конечно, надо аккуратнее, особенно, когда ты садишься на эти вот эти мягкие следушки-пердушки, потому что именно в них они как бы и находятся. Поэтому, если я сажусь, то сажусь только на металлическую часть, либо вообще нахуй не сажусь. А, вот сейчас я, в принципе, и не сяду. Ну, как вы видите, никого это не оставило для того, чтобы сесть. Бля, это пиздец, мне лично очень нужно поедать, потому что я пиздец не успеваю. Конечно же, сразу после того, как выехал с метро, немножко есть такой обыск, все начинает психосоматически чесаться, но ничего, вроде никого нет. Конечно, вот там внутри клопов больше, чем кажется. Просто людей пиздец, как сардин. Я продолжаю заниматься с тренером, с которым занимался в Москве. Конечно, это пока тяжеловато, потому что я не могу войти в этот ритм, поймать. Но сейчас только второй раз занимаюсь и надеюсь, что сейчас уже будет лучше, чем два дня назад. Потому что после той тренировки у меня просто все пиздец болело, как вы даже не представляете. А еще я просто, блядь, умалишен, потому что, блядь, вышел просто, чтобы выйти. Я вышел заодно с того, куда мне нужно, а мне еще нужно сделать пересадку. Поэтому я сейчас, блядь, на одиннадцатом автобусе иду до станции следующей. Есть все-таки милое что-то в этом, потому что это мой старый район, в котором я жил весь прошлый год. Немножко, знаете, таких воспоминаний. Но, блядь, нет, лучше бы я доехал и перешел бы сразу, чем идти после учебы. Кстати, пересаживаюсь на самую клоповую ветку. Блядь, страшно. Все, доехал. Вот мой зал. Конечно, людей, как обычно, дофига, но в этот зал ходит так много людей, потому что он хороший и цена в нем очень низкая. Я плачу всего 2,5 тысячи рублей за ежемесячное бесконечное количество пользований. Вот называется Basic Fit. Из-за чего, конечно, бывает того, что просто, ну, яблоку реально негде упасть. Но здесь еще, кстати, нормально, потому что вот бывает намного хуже. То, как я занимаюсь, здесь нихуя нет места посмотреть себе. Это просто здесь пиздец людей. Я, как бедный родственник, занимаюсь в самом углу, у меня все проходят. Да-да, проходи, конечно. Это было место для тренировок. А нам похуй. Видим цели и видим препятствия. А вечер заканчивается вот так. Покажи мне, Марсика. Ну, скажите, папа, я исключаю. Пусают мне в кофту, он занят, простите. У него своя жизнь. Ребят, ну кто-то в этом мире все же балдеет. Кому-то всегда хорошо. Да что такое? Марс, Марс, Марс. Всё, узнал, узнал, узнал. Всё, мне этого хватит. Чё, хвостом вязаешь? Прыгай. Ой, ленивый он очень. Расскажи, что ты научила его делать. Лежать. Да, это вообще победа, Лиза, потому что мы вдвоём не могли. И вставать почти что научили. Ну, это он в нас не умеет вставать. Ну, да. А лежать вообще очень быстро пошло. Ну, скажи честно, он скучает по мне? Да. Он говорит, где папа? Прямо так уговорит. Ну, говорит, где папа? Ну, всё, всё. Марсик, есть виза? Он сейчас приедет ко мне на каникулы. Пока ты не приедешь. Нет, он не очень сильно меня узнает. Меня это не радует. Вот он почему не кричит? Папа, папа, папа. Ой. Всё, Марс, иди спать. Все косточки спят, уши зайцев спят. Эти хуи мучи спят. Всё, лёг. Доброе утро. Сегодня просто ужаснейшая погода. Там просто льёт как из ведра. У меня даже нет сил встать из-за очень сложного вчерашнего дня. Вот. Ну, и ничего. У меня никаких дел особых нет. Я сплю. Сейчас 10.30. Ну, нужно потихоньку вставать, потому что я иду с подружкой. Это очень милое. Переприятие. После него сразу иду в университет. С утра у нас в 12 мы идём с подружкой в ателье Люмьер. Сейчас вам покажу, что это такое. Это очень крутое место из Эмилии в Париже. И прикиньте, что у меня просто открытие. Здесь есть стиральная машина с отсушкой. С сушкой. И прикиньте, всё постиралось. И всё сухое. Ребят, это просто вау. Я в шоке. Это очень круто. У меня мозг взорвался. Я боялся, что, блин, не успею всё развесить, а ничего развешивать не надо. Это очень круто. Итак, друзья, прежде чем выйти из дома, хочу вам рассказать вообще о своей программе. Позже вчера я не рассказал о всех предметах, которые у меня есть. Я учусь на коммуникацию и маркетинг. То есть, это что-то будет связано с рекламой. Я буду работать либо в агентстве рекламном, реализовывать идеи клиента, так как он хочет, работать с большим количеством клиентов. Либо я могу работать на стороне клиента, его маркетинга и заниматься только одной компанией. Вот, ну, в общем, на самом деле, коммуникация и так далее, широкий спектр применения. Вот, поэтому я не думаю, что я потеряюсь, и это будет всё равно полезно. Потому что каким навыкам нас там учат? У нас есть видеофотография, у нас есть экономика, маркетинг, создание рекламы, прям так и называется. Социальные медиа, вы вчера были. Психология. Мы пытаемся понять, что в рекламах цепляет людей именно с психологической точки зрения. Почему люди покупают. И это тоже очень интересно. Ну, и журналистика, чтобы писать красивые тексты. Это, в принципе, вся наша программа. И каждый день, правда, довольно-таки интересные предметы. И у меня, знаете, не так, что очень уже много каких-то совместных работ начинается. Вот уже есть два проекта, которые мы должны сделать с одноклассниками. Первый проект, который мы должны сделать с одноклассниками, это сделать презентацию о разных типах съёмки. Как вообще снимают в кино, кино и рекламу. И показать какие-то примеры из фильмов. Вот, а второй проект, это разобрать маркетинг компании SNCF. Это компания, которая, как у нас RGD, вот здесь SNCF. И мы бы должны разобрать их коммуникацию, как работает SMM в Фейсбуке. И как мы можем увидеть, какой выбрали они, знаете, типа Tone of Voice, какой они хотят сделать амбиянс, эта атмосфера. Вот, что-то такое. И мне очень нравится пока, потому что это, правда, суперинтересные предметы. Это то, что я хотел. Да, конечно, времени отнимает очень много и сил, потому что мне нужно сделать немножко больше шагов, чтобы понять лучше. Мне нужно где-то позаниматься с репетитором, мне нужно где-то прочитать сначала источник на русском, чтобы это всё точно понять. Я уверен, что это всё точно того стоит. Это те знания, которые, правда, будут нужны мне и интересны. Я всё исправно пока делаю. Все домашки, которые у нас есть. Да, прошло всего 10 дней. Это не так много, чтобы где-то прохилять. Но я ещё не имею ничего, поэтому планирую так держаться как можно дольше. И сегодня у нас с вами психология и маркетинг. Психология очень интересный предмет. Там я рассказывал про учителя, который ведёт. Она очень любит русских. А я когда сказал на паре, что я русский, она начала меня заваливать вопросами. А вот Достоевского читал, Гоголя читал, а вот Пушкина читал. Я там какие-то произведения, из которых она говорит, не читал. И прям, да-да-да, ну, я не очень помню. Короче, она меня возьмёт вот так, видимо. В оборот. Ну и что? Поэтому уже пора бы выходить. И нас сегодня ждёт тоже очень интересный день, как и вчера. Ой, а завтрак у меня, правда, сегодня очень студенчески страшный. Вчерашнее Го Камоли, которое я готовил. Признаемся честно, у студентов никогда нет времени. Поэтому, ладно, это ещё не худший вариант, который мог быть. Спускаемся в клоповник. Я очень сильно опаздываю, но зато я зарегистрировался. Точнее, записался в зал. Потому что в том я не смогу больше заниматься. Как вы видели, вчера это просто пиздец. Мне сейчас ехать на выставку 40 минут. До пары осталось 2 часа. Да, конечно, можно на чуть-чуть опоздать на пару, но выставка находится очень далеко. Ехать до неё 40 минут. Как вы понимаете, я на этой выставке полчаса побуду, а она стоит 3 тысячи. Парижское метро всегда меня удивляло. Прямо сейчас на моих глазах. Другой уже мужчина. Первый вот просил помощи, типа ему дадень. А второй сейчас агитирует пойти в секту религиозную. Эта линия, всё остальное. Эта поиска на метро, всё остальное. А фаз двое уже на 15 минут, это ужасно. И поэтому надо бежать. Мотивацию надо поднять. А вот это самое место от Эльи Света называется. Здесь была Эмили в Париже. Друзья, что так темно? Вау, какая красота. Выключай фонарик. Ребят, смотрите, а? Ни хуёва, жить в Париже. Только я тут ничего на шагала только не похожа. Мы вообще-то в 2 дня пришли. Да я даже не знаю, как прокомментировать. Что происходит в моей голове, когда я на парах? Наслаждаемся и просвещаемся. Вот они будни французских студентов, да? Всё, мы в темноте. Где-то на вот этом месте Эмили в Париже и вот этот вот её повар сосались. С кем? В смысле Эмили в Париже с этим поваром вот здесь где-то? Ребята, сейчас на выставку Ван Гога. Мы платили только за шагала, увидим всё сразу. Та самая еврейская кровь. Ура! Я сейчас вот так сделал кольцо, я его не могу обратно. Ребята, у меня сейчас будет паническая атака. Это где? Конкретно Ван Гог по нашему лицу спустился. Во, вот это мы знаем, это мы любим. Мы ждали там полчаса. Я на картине Ван Гога. А уходим мы под песню из кухни. Где-то Агузик выбирает наклейки с бананов. Поклеить бананы или изменить Вики в сортире. Ребят, внимание, в сувенирном за 8 тысяч рублей вот такой вот платочек. Ой, у меня что-то глаза, мы там очень долго были. У тебя тоже сейчас болят глаза? А едем мы, конечно, на такси в университет. Мы же, блядь, самые богатые. Ладно, в складчину можно и поехать. Вообще-то у нас влог про образование и так далее. И, конечно же, я всех своих друзей должен спросить. Как тебе учиться в Париже? Было сложно. А мне правда говорить? Да. Про все как... Вообще как уебищно, все как плохо. Может... Было уебищно, сейчас хорошо. Было очень хуёло. Я училась в Сарбоне на факультете экономики. Но на том, что мы, я примерно. Ну да. Но у тебя было хотя бы, типа, управление. А, да, точно. Вот. И сейчас я тоже, как Саша, учусь в бизнес-школе. А чем оно отличается от русского образования? В плане... Понятно, ты не знаешь, что ты не была в университете в России. Ну, как вот на твой взгляд? Типа, по рассказам друзей, знакомых, то, что слышала. Мне кажется, в России все более такие дисциплинированные. Просто принимают все как есть. Немножко как должно. Тут все как-то все стараются переделать. Под себя. Подправить. Ну, в частном, то, что к тебе хорошее отношение ты имеешь в виду? Типа, или что? Нет, в частном, то, что, типа, если тебе не нравится какой-то препод, они просто хотят его поменять. Да, да, они меняют препода. И меняют препода. В частных школах здесь, типа, просто больше заинтересованы научить, а не подделать под себя. А в государственных просто отговорить все, что они хотели сказать, и все. Потому что у нас среди знакомых все... Вот мы с тобой как минимум... Все вышли из государственных вузов. Ну и при политику меньше говорят в частных. И еще парни отменяют. Потому что... Когда забастовки ничего не происходит. Да, когда забастовки, особенно ты была в Сарбонне, тебя весь второй полугодия ты не ходила. Ну, короче, частное образование в Франции, мне кажется, что оно лучше. Но ты училась еще в лицее, типа, специализированном в Москве. Я училась в лицее при посольстве в французском. Вот, у меня не было ЕГЭ, у меня был только БАК, поэтому я могла поступать... БАК это ЕГЭ французский? Да. И я могла поступать только во Францию или во франкоязычных каких-то странах. У тебя французский супер благодаря этому лицею. Потому что ты вообще французинка. Да и психика у меня благодаря этому лицею нарушена. Из-за этой выставки я уже опаздываю на 20 минут на пару. Ура! Никакое такси нам даже не помогло. И да, это мой путь до университета. Вот бы во всей этой эстетике еще пробок не было, потому что опоздал я жутко, но я уже придумал отмазку, потому что во Франции всегда где-то там в метро, потому что всегда что-то не работает. И я просто скажу, простите, я застрял в метро, вагон не открывался, простите. Мой любимый университет. Я бегу. А пара сегодня проходит. У меня подземелье. Я сказала, что если без алиби, я в интернете пригласил. Так, меня отправили за бумажкой по поводу моего отсутствия, чтобы меня отпустили. Итак, пиздец, меня не отпустили на пару, потому что нельзя опаздывать больше 15 минут, даже если ваше отсутствие подтверждено и так далее. Блядь, это очень обильно, потому что этот предмет мне очень нравится. Ну, как и все остальные, конечно, что я сделал. Просто попрошу заметки с этого занятия и все. Ну, честно, я расстроен. Итак, мне разрешили зайти, ура. Из нашего университета выглядит примерно как огромная курилка, просто самая большая в мире. Ну, и как обычно, в любимом месте, сразу после пар, я пришел сюда уже не один, а своими одноклассницами. Вот они там стоят, что-то заказывают. Так, немножко их секретно снимаю. Вот, будем сидеть, что-то обсуждать, склетничать, конечно же. Все, как я люблю. Наконец-то у меня появляется вот этот антураж. Пока я иду, хочу вам показать. Смотрите, это Бургер Кинг, в котором, можно сказать, только на улице. Прикиньте, такое необычное, да, что-то. Все, и еще один очередной день закончился. Я понимаю, что вы, наверное, хотели больше всего, как проходит пар, но я вам показываю настолько, насколько могу. Это очень тяжело ей снимать, потому что это запрещено. Неудобно для преподавателей и так далее, для ребят. Поэтому мне это тяжело, но я это делаю как только могу. Я очень стараюсь, делаю интервью вам с моими друзьями-французами. В общем, с моими друзьями, которые связаны с образованием, как бы учатся здесь. Потому что все равно плюс-минус, оно очень похоже на то, что есть в России, но просто здесь отличается манера. Я понимаю, что здесь немного больше групповых работ, где вы именно работаете в команде, потому что здесь важнее, как вы свои идеи умеете показывать, работать, слушая других, и как они слушают вас. Здесь прямо это видно, что это очень важное требование, такая компетенция, которую обязательно иметь, чему университет, конечно же, учит. И мне очень нравится, что наконец-то у меня появляется какой-то антураж, да, немножко французский, в моем университете, потому что мне с ними придется очень много работать. У нас уже есть два проекта, которые нам нужно сделать вместе с одноклассниками, и мы их потихонечку делаем. Вот, до следующей недели нужно сдать один, через неделю еще один, то есть работ много. И каждый раз ты с разными людьми, и это очень важно, всегда уметь находить с ними контакт, уметь с ними общаться, излагать свои мысли и предлагать что-то хорошее, связанное с проектом. Итак, друзья, я уже дома, и я, как обещал, показываю вам все, что у нас есть такого в digital университете. Итак, начнем. У этого страничка в инстаграме нашего университета есть секретная страничка, на которой проходят все тусовки, все, знаете, такие мероприятия, так скажем. И вот сегодня, например, проходила вечеринка на корабле, вот, на которую я не попал. Смотрите, как на ней было круто. Ну, смотрите, реально прикольно. Блин, почему я про нее не знал? Мне кажется, было бы очень круто, если бы я на ней был. Но, во всяком случае, очень прикольно, что у университета есть такие возможности. Так, дальше, что у нас есть? Мне университет дал доступ ко всем. Фотошопом, иллюстрейтером, индизайном, лайтруму. Это все очень крутые приложения для монтажа, и, я не знаю, для... Для чего только хочешь. Тут можно 3D-моделированием заниматься. Господи, где на это все такое время взять, да? Немножко вопрос. Как минимум, вот это тоже суперклассно. Я не говорю обо всем офисе, типа Microsoft, всяких Excel, и тоже нам дал бесплатно доступ университет, что очень приятно. Все материалы на урок нам выдают в Teams. Все учителя пишут в общий канал, и здесь вы видите всякие презентации. Вот давайте, например, откроем вот эту вот презентацию. Че это? Тут такой мой конспект. Вот это, например, про стратегию коммуникацию. И вот здесь все очень хорошо написано, чтобы дома мы могли все повторять. Это суперудобно, что это все в одном месте у нас, знаете, вот так происходит. Здесь по всем нашим предметам презентация. Также здесь пишут, вот видите, например, 10-го числа нам отменили пары, потому что у нас было всего 2 пары. Нам отменили все пары в этот день, из-за того, что один учитель не смог прийти. Вот. Но мы их потом будем... Ротропе это называется, переделывать, так скажем. У нас есть приложение EduSign. Это вот, помните, я вам показывал, что у нас есть QR-коды при входе. На каждом занятии мы должны показать то, что мы на занятии, и вы сканируете QR-код, либо прикладываете телефон к этому QR-коду, и по геопозиции он проверяет, есть ли вы на месте. Чтобы, ну, если что, не отправить фотку однокласснику, которая сидит дома, типа я тоже был на паре. Очень это круто. Это очень прикольно. Во первом семестре, кстати, можно пропустить 40 часов пар. Это получается 20 предметов. Честно, это прям огромное количество. Я думаю, даже при большом желании. Ну, понятно, что можно. Так пропустить, это, конечно, перебор. Есть у нас еще приложение Hyperplanning, оно называется. Я вам сейчас его тоже покажу. Здесь у нас написано все наше расписание. Мы можем посмотреть на всю неделю. Завтра у нас будет какой-то урок по АО. О, честно, еще не было такого НИБУ. И маркетинг с тем же преподавателем, который вот был сегодня. Завтра уже пятница, так хорошо. Ура, 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 отдыхать скоро. На этом же сайте-приложении можно видеть все свои оценки, загружать домашки. Вот, например, вот последние оценки. Ну, пока нам еще не... У нас не было никаких работ. У меня их нет. Всего две недели прошло. Следующих увидите, что там у меня. Вот, например, я вот пропустил одну пару. Вот написана одна подтвержденная. Ну, хотя общество на ней было наполовину. Ну, как бы похуй. Это вот сегодня то, что произошло. А вторая, которую нужно подтвердить. Ну, там я справку себе сделаю, так сказать. Ну, я просто не успевал. Я для вас влог последний монтировал на этой паре. Но это была пара по фотографии. Там ничего вообще интересного не было. Поэтому я ее и смог сделать. Вот, всякие домашки тут тоже выгружаются. Их тоже пока еще нет. Именно таких, которые сюда выгружали. Но, в общем, тоже прикольно, что есть какая-то такая коммуникация. Такое удобное приложение. Вот уже жду, когда буду им пользоваться. Потому что в Нонтере, если мы вспомним, именно с какой-то диджитал историей было немного трудновато. Да и во всех университетах государственных, признаемся, они не очень много тратят из своих бюджетов на диджитализацию всех своих ресурсов. У меня там сайт постоянно лагал. Он вообще не работал. А тут, смотрите, и какое-то приложение, где вы можете оценки видеть. Канал связи хороший. Где сразу все учителя, а не каждый какой-то в отдельной комнате, как было в Нонтере. У нас мы тоже пользовались там Teams, но это было вообще по-другому. Также еще вот то, что про свою посещаемость. Отдельная такая история с QR-кодами. Тоже прикольно. Вот. И это мне нравится. А в общем, вся-вся наша связь проходит в университете по специальной почте. У нас есть специальная на университете доменную почту на Майкрософте, потому что, ну, нам дали целый этот... Как вы видите, все вот эти вот Excel-ки, PowerPoint-ы, Word-ы, облаки. Могу ими пользоваться. И поэтому и почта у нас тоже Майкрософтская. Здесь тоже происходит. Все нам отправляют презентации, домашки. Мы можем общаться с учителями. Вот, например, сегодня по психологии вот нам отправили полезные ссылочки, видео всякие и презентации. Короче, мне в этом плане супер нравится. И с Digital у нас все супер. Завтра пятница, завтра последний день влога. Все, я вам постараюсь еще что-нибудь интересное рассказать. Я сейчас буду делать уроки. Вот, у нас есть еще модули. Смотрите, вот это я вам... У нас был урок, я вам показывал, но не совсем мог показать, потому что было много очень людей. Что же здесь такое? Смотрите, здесь у нас куча модулей. Мы должны в первом семестре пройти вот эти первые два. Один о климатических изменениях, понять вообще, как сейчас чувствует экология, как мы на нее влияем. То есть, такая немного социальная повестка, да, есть. И второе, мы должны пройти английский. Вот в первом 10 часов нужно просмотреть, видео уроков, издать тестов. А здесь 20 уроков. Ой, 20 часов. За полгода нужно сделать. Вот я, в принципе, собираюсь их сделать за ближайшую неделю, чтобы просто о них забыть и ничего. А также здесь еще много всего интересного. Например, вот этот четвертый модуль, это как писать профессионально. Мне очень нужно. Ораторское искусство будет. Будет модуль по Адобу, Экселю. Как, например, работать в группе. Как оптимизировать управление временем и организацией своей частной. Что очень важно. Право потребительское. Это тоже важно. Если мы работаем в рекламе, мы должны знать, какие есть ограничения с юридической точки зрения. И все это тоже входит в часть обучения. Также я забыл сказать, сколько оно стоит. Оно будет у меня 3 года. И год стоит в моем учебном заведении. Кстати, оно самое старейшее по коммуникациям в Париже. То есть это самый первый университет во Франции, который занимается коммуникацией и рекламой. Позавчера об этом узнал. Я в шоке, да? Стоит мое обучение 6,5 тысяч евро где-то. Ну, сейчас пересчете на ужасный курс, который есть. Это 650 тысяч. Но я оплачивал, когда он был чуть-чуть получше. Где-то за 600 тысяч. Я 600 тысяч оплатил за первый год. И получается, буду платить я второй год еще 600 тысяч. А третий год я должен найти альтернанс. Это когда компания за меня платит, а я стажируюсь на ней. Вот Ваня, мой друг, он подробнее об этом расскажет. Мы с ним встретимся. Я подсниму это. Вот. На третьем году. И он должен найти альтернанс. Ну, как и я должен буду найти. Чтобы получать практику. И чтобы эта компания за меня платила. Почему компаниям это выгодно? Потому что они вместе с государством. Это такая поддерживающая история. И от правительства, что платят за обучение не пополам. И это очень круто. Потому что и ты сразу получаешь опыт. Ты получаешь зарплату. И ты не платишь за обучение. То есть супер круто. Вот у нас, например, почему многие говорят, что никто не работает по специальности? Да потому что стажировок таких нет. Нет такой помощи. Самое сложное время, когда ты только делаешь первые шаги на профессиональном поприще. Его найти тяжело. Не каждая компания тебя возьмет. Тем более там, например, меня. Потому что трудности с языком где-то могут возникнуть. Но даже невзирая на это все, у меня есть хорошие шансы это найти. И не то, что хорошие шансы. Я найду. И если что, мне USP будет помогать с этим всем. Не зря мы, например, у нас есть урок, где мы делаем LinkedIn. Это такая социальная сеть для профессионалов, где ты пишешь свое СВ, рассказываешь о своем профессиональном опыте, и тебя могут находить и брать на работу. Либо ты можешь нанимать. Как правильно сделать свое резюме, мы тоже проходим. И не только это все знанием ограничивается, а еще и реальной помощью при поиске работы. Поэтому мне очень нравится, что я сменил направление и учебное заведение, в котором все немного, но лучше. Все, делать домашки пора. А вот я уже и начал проходить этот климатический курс. Конечно, это здорово, интересно, но 10 часов. Ну, выбора нет, это обязательно, поэтому делаем. Такая у меня учебная атмосфера. Утро уже у меня началось не прям суперактивно. Я проснулся в 9, проспал до 10. Ко мне уже успел прийти ремонтник и владелец квартиры. У меня там проблемы с душем, и они пытались починить. Спойлер, не получилось. В принципе, там не такая уж сильная штука. Я могу и потерпеть. Я позанимался с репетитором по-французскому, и прямо сейчас собираюсь на выставку Жадор Диор вместе со своими одноклассницами, и потом вместе мы идем на пары. Короче, меня ждет новый экспириенс. Я в шоке. Я очень жду. Так, идем мы с одноклассниками на выставку Диор. Сегодня она была реально под угрозой, потому что с утра были всякие манифестации, из-за чего чаще всего бывают проблемы с транспортом. Но вроде как все нормально. Все ходят, все ездят. О, вот и мой автобус. Все. Ура. Все, нет проблемы. Я точно смогу доехать. Надеюсь, и девчонки тоже, потому что как бы такой первый раз точно не хотелось бы пропустить. Пока я еду в автобусе, читаю конспекты по маркетингу, потому что в начале каждого урока он спрашивает. И вообще маркетинг главный предмет, поэтому нужно его лучше всего знать. Поэтому читаю его, чтобы все запомнилось лучше. Вот так вот мы идем на встречу. Выглядим сегодня не лучшим образом. Но у меня всегда так. Я и решил. Один день выгляжу отлично, на следующий. Хуже. Нельзя каждый раз себя переплевывать. Это постоянно в Париже стройка. Везде сверлят. Все перекрыто. Хорошо, что хоть у меня в районе ничего такого нет, потому что жить... Вот мы с Лизой жили, блядь, почти, я не знаю, 7 месяцев под звуки стройки. Ну ладно, не 7,4. Это было просто невозможно. А я уже, кстати, почти пришел на место. Вот я вижу уже галерею Диор. Девчонки тоже уже скоро будут. Поэтому мы прям вообще молодцы. Очень все вовремя. Итак, новость. Я перепутал в галерее Диор. Выставка находится немного в другом месте, но, слава богу, они находятся недалеко друг от друга. И я взял тот же автобус и еду в другую галерее Диор. И находятся они не так далеко, поэтому я буду вовремя. Хорошо, что раньше вышел туда, потому что обычно я ухожу прям впритык, а тут я прям даже с этой ошибкой приеду вовремя. Поэтому всегда выходите чуть-чуть заранее, ребят. Что-то шумит. Слышите, пиздец. Вот живу уже здесь и все равно никогда не привыкну в такой красоте. Ну, в плане того, что меня всегда она будет восхищать, когда будет мне очень это нравится. Ну, правда, посмотрите, это же что-то на нереальном. Как вообще вот эта вся красота может соседствовать с ужасами происходящими иногда здесь, я не представляю. А я топаю, топаю девчонкам. День начинается отлично. Я уже снял худи, как вы видите, потому что, блядь, было пиздец, жарко. Ну, вот даже когда я выходил, было прям холодновато. А сейчас в футболке вот само то. Температура прям прыг-скок-прыг-скок. А вот, в принципе, и сама выставка. И вот мои девчонки. Боже, какая, а? Фигнюшка. Кассантай, ты взял фото или пип-пирсун? Да, да. Да, да. Да, 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 да. Потому что, когда ты взял фото, он это... Он это фиан. Кассантай пишет, что это такой финальный аккорд платья, парфюм. Это такая открытая дверь в целую вселенную. Вот поэтому он стал парфюмером. Смотрите, как раньше выглядел Жадор Диор. Такая необычная бутылка, милая. А вот это набор пробников. Видите, вот здесь специальная бутылочка, в которую эти пробники можно ставить. Это супер-комфорт. Фарамптию видео, татуа. Окей, лепанал. Леса пью с улыбатом и лефей и сон. Уи? Леса бомба? Леса бомба? Леса бомба. Леса бомба. Леса бомба. Опа, друзья, смотрите, какая там красота. Мы сейчас туда пойдем. Смотрите, стены здесь сделаны в виде цветов. Они такие вот бумажные. Такая мультимедийная штучка. Очень красиво. Пахнет, как в спагу. Я чуть не разломал всю экспозицию. А вот и та самая реклама. У меня мама после нее реально купила Жадор Диор. А вот и главная часть экспозиции, которая больше всего в ТикТоке, это просто. Бутуми и Джа, красота. Ребята, просто. гардероб даме читаю немножко. А ты вот в конце экспозиции показываешь, как этот парфюм создается. Привет, самое любимое это вот это платье. Я мечтаю в нем пойти в школу. И в конце нам дали вот такой вот пробничек. Мило. На выставке ставим 10 из 10. Мой шелли от 1 до 10. Вы можете сколько? Мне 10. 10? Мне 7,5. 7,5? Что у него нет? Потому что я думаю, это по рапору к галерии и к шампу. Окей. Это по рапору. Это по рапору и официальная не по рапору. Нет, это по рапору. Может быть потому что это? Может быть потому что это. Окей. Это как настоящая пресня, это не то, что ты видишь. Нет, это не так. Кажется, что это идеально. Ой, ну что я могу вам сказать, друзья. Было хорошо, все, закончили все учебы на сегодня, пятница, можно, наконец-то, отдохнуть. Еду сейчас на встречу с подружкой. Че, у нас был урок по фотошопу, и это было пиздец, как тяжело. Из-за того, что учитель объясняет на французском и показывает, он делает быстро тык-тык-тык, когда он уже доделает, я делаю только первый тык, потому что пока я переведу, все будет плохо. Я пытался весь урок перевести мой комп на французский или в приложении, у меня ничего не получалось, 200 раз все перезагружал. Короче, у меня получилось полный ужас, и я буду сейчас, наверное, искать какие-то курсы по фотошопу, чтобы самому понять, как это все работает. Вот, ну, короче, я немного расстроен из-за этого всего. Вторая пара по маркетингу прошла очень круто, говорили вообще, что такое люкс, типа, насколько это субъективно, то есть, можно ли духи от Шанель, которые продаются во всех Дьюти Фри, назвать люксом? Как именно определить люкс? Конечно, что это очень большая субъективная тема, на которую нет особых ответов, но очень интересная дискуссия, мне понравилась. А сейчас еду, наконец-то, чуть-чуть дыхать, переводить дыхание, потому что это все очень напрягает, так скажем. Дорогие друзья, вы жаловали, что у меня есть микрофон, вот, если что, это мой микрофон. Все, наконец-то приехал, смотрите, какая красота, прямо у Нотр-Дама, сижу еще с большей красотой, с еще большей красотой, с Лили, с моей подружкой, инфлюенсеркой Парижей, она держала весь парижский люкс и учится на парижский люкс. Как он приехал? Хочу сразу вот у Лили спросить, вообще, расскажи немножко об Британии во Франции, как ты сюда попала и, ну, вообще, свой немножко такой путь, микрофончик. Я переехала три года назад, когда был ковид, вот, я поступила изначально на преподгодавительный курс к магистратуре, потому что в тот момент, когда я поступала, все центры задач на французский язык были закрыты, а без сертификата по французскому вы не имеете права поступать. То есть вам обязательно нужен какой-то уровень языка, чтобы учиться здесь. Да, то есть, соответственно, когда я сюда приехала, я продолжила учиться, но не сразу на магистратуре. Сейчас я учусь в бизнес-школе на последнем году магистратуры, на менеджмент и маркетинг люксе, работаю в Диор, потому что я учусь на специальной программе, которая называется Alternance, которая позволяет и работать, и учиться одновременно. Вот, если что, у меня есть отдельное, кстати, большое видео, очень полезное на эту тему. Мне тоже надо посмотреть. Да, да, потому что это действительно помогает не только сэкономить ваши деньги, но и нервы, и плюс получить суперстрочки в резюме сразу, то есть вы и учитесь, и получаете обалденный опыт, и как бы применяете сразу ваши знания на практике. А можно вот сразу тебя узнать, как ты получил эту работу? Понятно, есть видео отдельно, да? Но именно как это тебе удалось, типа, как вообще это проходило все, расскажу немножко об этом. Во Франции все происходит только через контакты. Пистон или, ну, больше официально говорят, лепист, то есть, типа, если у тебя какие-то... Само по себе слово значит дорожка. Да, дорожки какие-то вот, затычки, так сказать. В общем, чем больше у вас, ваши связи, больше людей вы знаете, тем лучше для вас, потому что вы никогда не знаете, кто, где, когда будет работать, и где, когда вы будете больше нужны. Вот, ну, даже при этих условиях в Париже даже так не получается, что попасть в Диор, я прошла опять собеседований, мне сначала сказали нет. Вот, несмотря на то, что, ну, как бы у меня был контакт ЭРАЖ, ну, кадрового специалиста, который, как бы, мне по знакомству дали. То есть, несмотря на то, что вроде бы как по знакомству, попасть даже в таких условиях очень сложно. Нужно быть очень классным специалистом, нужно реально вот именно, чтобы все карты совпали в плане и твоей личности, и того, что им нужно от этого человека. Первое собеседование было онлайн, в Teams, и мне делали симуляцию, как бы, примерно той работы, которой я буду, примерно 15 минут, хотя я до этого никогда не работала в ритейле. Вот, то есть я только работала в маркетинге, в коммуникациях, в диджитал. В общем, мне было очень сложно, но все прошло хорошо. Потом у меня было уже собеседование в реальной жизни с директором и с ее замом. Они мне полчаса там хреначили всякие вопросы очень жесткие вообще там, почему мы, почему не мы, как вы себя видите там через 5 лет и так далее. Потом было еще одно собеседование онлайн. Потом мне сказали, что все-таки нет, потому что у нас тайминг там что-то такое не сложилось. Я расстроилась, а потом они мне еще раз перезвонили, но уже на отжуэльри, это на ювелирное дело. И потом еще у меня было собеседование точно так же онлайн потом с директором. И вот только потом они мне позвонили, сказали, что фелиситошу, мы вас поздравляем, вас взяли. И когда я пришла на работу, я была уверена, что я буду работать в ювелирке. А в итоге я работаю в Кетапорт-э-Фам, куда я изначально хотела. То есть изначально те, кто мне отказали, они меня взяли. В общем, супер все нелогично, но это французы. Да, все по-французски. Нужно к этому быть готовыми, но реально не сдаваться и вот прям биться, даже если закрыто. Все, ребят, видите, какие вам интервьюшки я сделал в этом видео уже какие. Мы пришли в кафе, в которое блинное, но мы взяли себе, конечно же, вафельки. Вот такие вкусные, давайте их с вами протестируем. Вот ужин французского студента как бы. Лишь бы мой тренер не видел это. Я, кстати, никогда в жизни не ел вафли, которые, ну, типа, соленые в плане с каким-то там с мясом, не знаю, и так далее. Ну, неплохо, но не вау. И еще я взял себе в пятницу, надо себе дать подарок. Я взял себе молочный коктейль со вкусом печенья. Ммм, а вот это уже вау, это реально жидкое печенье, это просто, я обожаю. Сейчас болтаем с Лизой, пиздец, смотрите, камера, блядь, за ней следит. А вниз, 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 это вообще, это вот, бля, пиздец. А потом еще говорите, за нами подглядывают или нет. Так это в новых айпадах это функция, что камера за тобой вот так, типа, двигается. В 14-м. Это реально как клип такой, пиздец. Какие комментарии по поводу моей учебы, это учебный влог? Комментарии по поводу твоей учебы? Да. Круто, мне кажется, что тебе очень нравится, и вроде там намного круче, чем в том университете. Только домашки много, и ты со мной почти не общаешься, а так ничего. Ну, короче, она тебя достала уже. Ну, нет, она меня не достала, просто ты со мной стал меньше общаться. Вот такие пагубные влияния в университет, поэтому мы его бросаем. Доброе утро, сегодня в субботу, и сейчас 8.30, и я собрался на пробежку. Да, у меня сегодня нет университета, но я решил встать пораньше и пойти побегать вместе с подружкой. Вообще, сегодня последний день моего влога, но он будет тоже очень интересный, потому что вы увидите, что проходит мой досуг. Я еще встречусь со своими друзьями, у них больше расспрошу про университеты, про их работу и так далее, чтобы видео было интереснее. Я еще сегодня буду делать домашку. Есть сегодня еще много всего, даже на выходных я такой же студент, как и обычный, потому что работа дофига. Вот, ну а пока мы расплачиваемся за свои действия и идем бегать, а то подружка уже ждет. Ой, ребят, сказать, как сильно я хочу сейчас просто выбросить этот кроссовок и выбежать в кровати, это вам ничего не сказать. Нет, 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 все, вперед, вперед, вперед. Ребят, это мой самый ранний выход вообще в Париже, я не знаю, даже в прошлом году я тогда никогда так рано не выходил. Сейчас еще безумно холодно, но я знаю, что как только начну бежать, все будет полегче, а пока сижу до автобуса, потому что я думал, я мне до места встречи добегу. Так же моя лень. Сейчас, когда мы с Аней встретимся, сразу мотивация, сразу энергия, и все появится, пока я сижу вот, сидим, вот даже я так бы сказал. Блядь, какая она счастливая-то еще. Взяла, позвала меня, выглядит идеально. Я, боже, я просто последний бомж. У меня глаза еле открываются. Аня уже здесь, у меня стояло 10 минут зала. Я в шоке. Откуда столько сил? Вперед, терпеть, терпеть. Еще, еще, еще. Ребята, тут кто-то спит, а мы шумим. Пробежка в полном ходе. Мы уже пробежали 2 километра, мы больше не можем. Мы уже все, мы уже глазами ищем кафешки рядом. Ребят, таким вот спортсменом я не могу. Париться в Париже, все остальное. Я в голос. Финиш, давай, финишируй, финишируй, не халтурим. Все, ура. Мы пробежали 4 километра, но мы устали. Хватит, все. Срочно пить колу, айс латте и ни о чем не думать. И пусть весь мир продолжает. Как пробежка? Замечательно, я рада, что я выжила. Это самое главное, что было. Узнал параллельно, что пока мы бегали, что Аня, у нее просто стынет кровь, пока она бежит. Стынем, да. Но супер, дальше больше. Можешь, я чувствую? Да, отлично. Ребята, а что это такое? Аль, ты понимаешь, что это? Да, это типа они так мульсывают. А, точно. Я думаю, блядь, все, наводнение, полундра. Ладно, все, файс, тревога. Ну, конечно, помыли, так помыли. Вода. После 20 минут, когда мы шли к ней, это стало самым вкусным. Складная вода. Можешь, Ань, Саня, пролили на стол. Так, все, мы сменили локацию. И в такой вот нереальной красоте я сейчас буду есть бабку. Они очень рекомендуют. Саша не съел деда, Саша съел бабку. После тренировки нашей мы вот такой едим. Просто один укус и весь эффект от тренировки прошел. Ну, как бы ладно. Главное, скайф. Ну, ничего, у тебя обычная булка, ничего такого в ней нет. Тем она отличается, на твой взгляд. Дай-ка попробовать. О, какая романтика, не могу. Блядь, у меня булка, это влог. И так, пробуем. Да, у тебя пустая, у меня вторитель. Ну, ничего, такая вкусненькая. Сейчас еду домой и проходит сейчас чемпионат мира по регби, да. Такое существует в Париже. И смотрите, сейчас какой-то, я не знаю, какой-то этап. И я стою около ирландского паба. Что происходит? Играет, и со стой сейчас играет команда Ирландии. Ребят, я просто в шоке. Это пиздец. Здесь от всех кафе столько людей ирландцев. Да, сколько просто на этой улице. Все зеленые. Все. Наташа, там уже не засматривайся. Полная жесть. Итак, друзья, я уже дома. Я вовсю делаю домашки. Нам задали сделать резюме. Еще там по психологии очень много. Прочитать много дополнительных статей, потому что уже будут у нас первые контрольные. В общем, реально делать есть много чего. Как видите, мое СВ пока, ну, далеко от того, чтобы быть идеалом. Но мы над этим как бы работаем. Я очень рад, что вы посмотрели это видео. Что вы прожили со мной эти дни. Посмотрели, как они проходят. Поняли, возможно, меня чуть лучше. Узнали больше о французском образовании. Очень надеюсь, что это видео было для вас в какой-то мере полезным. Возможно, это повлияет на выбор, на ваш дальнейший выбор образования. Или, наоборот, истережет вас от чего-либо. Кто знает. Я очень прошу вас поставить лайк и комментарий на это видео. Подписаться на мой канал. Потому что это все очень важно. Чтобы видео заходили лучше. Чтобы у меня было больше мотивации и так далее. А также не забывать о сегодняшнем спонсоре ролика. И о конкурсе, который мы сделали вместе с онлайн-школой Сотка. Все условия в описании. Поэтому переходите. Ведь вы можете выиграть, извините, такую красоту, а? И колонку Яндекс.Алиса. Ну, а на этом пришло время прощаться. Я еще раз вас хочу поблагодарить за то, что посмотрели этот ролик. И до встречи в следующих. Сия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok